Дорогие подписчики и гости моего канала, я как всегда вас рада приветствовать. И сегодня настало время ответить вам на один вопрос, который ждет своего ответа уже более месяца. Этот вопрос был написан под видео «Гормональная терапия. Противозачаточные таблетки». Можете посмотреть на вопрос. Сами можете прочесть, кто написал, если хотите. Здесь написано «Здравствуйте, Татьяна, дочь, 23 года, живет в другой стране. Гинеколог навязала ей гормоны противозачаточные. Меня не слышит, говорит это новое поколение таблеток». Итог. Сильно набрала вес. Видно, что это отечность по всему телу. Задержка воды. Таблетки отменила около года назад, но вес держится. Чем ей помочь? Или только ждать, когда организм сам перестроится? Или сдать развернутый анализ на гормоны? Спасибо за честную информацию и видеоответ. Друзья мои, ответ пришел от другой женщины вот в такой вот форме. «Я спрашивала по прибавку веса из-за КЛК у гинеколога. КЛК – это противозачаточные таблетки гормональные. Она сказала, что это научно не доказано. То есть доктор сказал, что это научно не доказано. Я сама долгое время их принимаю, и на весе это никак не отражается. Вы сейчас связали причину появления лишнего веса с применением гормонов и немного зациклились на том, что причина в этом. Но опять же пишите, что есть отечность, что дает повод предположить, что может что-то с почками или с щитовидкой, или даже с желчным. На самом деле, вам надо более широко смотреть и искать причину. Конечно, надо сдавать анализы и консультироваться. Ну и кроме того, для лучшего понимания процессов, которые происходят в женском организме, и какой гормон на что влияет, я вам могу посоветовать прочитать книгу о гормонах. Здесь написано, какая книга. Здесь есть ссылка. Там все по полочкам разложено. Друзья мои, я, как всегда, когда есть какие-то ссылки, тщательно проверю, прежде чем я разрешу, чтобы эта ссылка вообще фигурировала на моем канале. Давайте посмотрим на эту ссылку. Так, сейчас мы посмотрим. Сейчас она загружается. Так, эта книга, 243 страницы, книга-открытие, которая называется «Вся правда о гормонах, секс, красота, здоровье, карьера». Ну, звучит хорошо, не правда ли? Идемте дальше. Здесь написано, под какой редакцией, кто принимал участие, кто написал, кто там в двадцатом году. Совершенно новая книга. Начало очень хорошее. Далеко ходить не надо. Книга создана при поддержке компании Гидеон Рихтер. Друзья мои, прежде чем вы мне что-то присылаете на мой канал, я вас очень хочу попросить, вы вначале используйте все свои знания и посмотрите, о чем мой канал. Друзья мои, я не просто так говорю, что я очень много не пропускаю. Я не пропускаю для того, чтобы на канале было меньше больных людей. Именно чтобы люди, которые принимают информацию с моего канала, чтобы они не болели, чтобы они здоровели и жили счастливо и долго. Вначале я хотела бы попросить вас, чтобы вы сами посмотрели, что это за компания Гидеон Рихтер, кому она принадлежит, я не буду сейчас здесь говорить об этом абсолютно, кому она принадлежит, кем она субсидируется и для чего она вообще открыта. А я не думаю, что, может быть, если вы прогуглите, это самый лучший способ посмотреть, но вы сами найдете, как посмотреть и где посмотреть, кому принадлежит компания, что они выпускают. Ну, хорошо, давайте посмотрим хотя бы, хотя бы частичку тех медикаментов, которые они выпускают. Я просмотрела эту книжку, я, конечно, посмотрела. В этой книге совершенно не указаны биоидентичные гормоны. Здесь абсолютно только о гормонах, о гормонально-заместительной терапии. Я в миллионный раз уже прошу всех вас, чтобы вы открыли уши и поняли, что гормонально-заместительная терапия и биоидентичные гормоны – это совершенно две разные вещи. Совершенно две разные. Хорошо, ладно, вот это все главы тут есть, вы можете прочесть. Кстати, вот отпечатать эту книгу я не могу, вернее, я могу, но я для этого должна заполнить, кто я, что я, откуда я. И, ну, там очень много вопросов, и после этого мне дадут разрешение отпечатать. А почему же всем людям нельзя отпечатать эту книгу? Никто не знает, нет? Ну, ладно, хорошо. Хорошо, идемте хотя бы на некоторую продукцию компании «Гидон Рихтер». Я уже для вас открыла это. Пожалуйста, смотрите, сами можете посмотреть, вот это вот здесь вот у нас, вот так вот выглядит поисковик. Дальше. Идемте на то, что они очень здорово рекламируют. Вот, пожалуйста, «Вагеракс» 10 микрограммов вагинальные таблетки. Это противозачаточные таблетки. Открываем. Открываем. Да. Вот здесь вот для специалистов, для врачей. Вот здесь вот то, что выдается людям. Небольшая разница, я уже проверила. Но на самом деле, если вы возьмете что-то в аптеке, вам это все не выдадут. Вам выдадут только один или потолок, два листочка. Хорошо. Давайте посмотрим. Так. Здесь описание, фармакодинамика. Туда, сюда, все это понятно. Давайте вот сюда пойдем. И здесь посмотрим на 4.8 undesirable effects. То есть то, что, ну, как бы побочное действие. Здесь написано. Так. Ну, мало того, что эти таблетки, они, конечно, не вызывают. В течение трех дней их можно после, после, скажем, полового акта использовать. Вычнице Prevision. Во-первых, здесь уйма заболеваний, вот здесь вот, при которых нельзя использовать. Очень многие риск-факторы есть, и астма, туда же, и эпилепсия, и эндометриальная гиперплазия, и волчанка, и мигрени обычные, в принципе, головные боли, которые сейчас у многих-многих женщин, и диабет, и проблемы с печенью, и аденома печени, и высокое давление. И риск-фактор на заболевание рака груди, тромбоэболитик заболевания, фибромы в матке. Так, давайте посмотрим. Опять-таки хочу очень-очень быстренько пройтись. Так, что это у нас? Брест-кенсер. Значит, рак груди, рак яичников, тромбоэмболизм венный. Так, значит, с чем это ассоциируется еще? Систематическое употребление. Что может вызвать это? Венозный тромбоэмболизм. Опаснейшее заболевание. Пульмонарный эмболизм. Очень опасные заболевания. Так, дальше-дальше. Это все. Коронарное заболевание артерии. Ишемический строк. Другие. Fluid retention. Oestrogen may cause. Это мне долго объясняет, почему так называют. Estrogen, считайте. May cause fluid retention. То есть, задерживается вода, что очень опасно для людей с сердечными заболеваниями, с почечными заболеваниями. И также для женщин, у которых была гипер-3-трайглайсеридоэмия. Окей. Это надо мне точно посмотреть. Это от повышенного содержания в крови, по-моему, белых кровяных, белых, белых этих жировых отложений. Надо точно посмотреть, что это. Пожалуйста. Rare cases of a large increase of plasma triglycerides. Сейчас у многих, очень многих молодых девочек также повышено вот этот triglycerides. Это все зависит от того, что едят. Leading to pancreatitis. Все это ведет к панкреатиду и так далее. Дальше здесь еще куча всего, то, что нужно просто расшифровывать. Не буду все это делать. Вот, пожалуйста. Это только один препарат. Это только один препарат противозачаточный, который вырабатывает, разрабатывает, выпускает Гедеон Рихтер. Как вы думаете? Во-первых, посмотрите, где Гедеон Рихтер сейчас находится. Обязательно посмотрите. Вот идет инвестигейшн по поводу повышенного веса, по поводу повышенного давления. Все вот это. Это uncommon, но не так часто встречается. Это встречается очень даже часто. Не забываем, на каком мы сайте сейчас. Вот здесь очень много чего написано, и чего нужно очень здорово остерегаться. На какой день что может образоваться и так далее. И вот здесь вы можете также кликать абсолютно на любое, что вас интересует. И уже будете знать. Там Contra-Education. Вот, например. Это противо... Что с чем нельзя как бы. Кому нельзя употреблять. У кого холецистит. Это я уже читала, да. В общем, здесь очень много написано того, что нельзя. Теперь по поводу этого коммента, который вот одна женщина написала другой. Я сейчас обязательно ставлю свой коммент. Во-первых, давайте посмотрим. Вы пишете, что вы сейчас связали причину появления лишнего веса с применением гормонов. Немного зациклились на том, что причина в этом. Правильно, что зациклилась. Если до применения гормонов не было лишнего веса... Не забывайте, мы говорим о девочке, о молодой девушке, которой только 23 года. И я вам хочу сказать, 99% у нее и отечность по всему телу, и задержка воды именно от того, что она принимала эти гормоны. Гормоны эстрогена дают очень сильную задержку воды. Я с этим встречаюсь каждый день. Каждый день люди ко мне приходят, у меня задержка. Задержка воды бывает. Я им объясняю, какие гормоны еще нужно прибавить, что нужно, чем подрегулировать. Все в конечном итоге встает на место. Значит, ответ Татьяне. Я вам советую, Татьяна, пускай ваша дочка обязательно сдаст развернутый анализ на гормоны. Обязательно. Конечно, она должна сдать анализ на гормон щитовидной железы. На все гормоны щитовидной железы. Т3, Т4. Естественно, там ТТГ. И нужно обязательно сдать конвертацию Т4 в Т3. Обязательно. Потому что если не будет правильной конвертации, организм идет, просто болеет. И, к сожалению, очень мало, кто сейчас измеряет конвертацию Т4 в Т3. Отдельно измеряют, конвертацию не измеряют. Попросите, чтобы это ей сделали. Ждать, когда организм сам перестроится, я не думаю, что нужно ждать. Потому что мы никогда не знаем, в какую область, скажем, по каким органам ударили ей эти гормоны. Вот я бы сказала, выразилась бы так. Потому что есть органы, которые задерживают эти гормоны. И неизвестно, как через несколько лет эти гормоны конвертируются при ее, скажем, уровне стресса, при оксидативном стрессе, при ее, скажем, образе жизни. Мы никогда не знаем гормоны. Это очень, как вам сказать, энергия нашего организма очень хрупкая. Гормоны у нас зависят абсолютно от всего. Они в нашем организме играют все 24 часа, каждую секунду нашей жизни. Поэтому в случае того, что что-то может пойти не так, тот же самый стресс. То ли стресс на работе, то ли стресс дома, еще что-то. Эти гормоны у нее могут конвертироваться в то, что абсолютно организму не нужно. Нужно обязательно посмотреть, также проверить, что у нее состояние печени, например, ELT. Также можно посмотреть, что у нее с поджелудочной, ST. И вот все вот эти анализы, короче, сдать обязательно нужно и посмотреть. Это очень важно. По-моему, я ничего не забыла. После того, как вы получите свой ответ на гормоны, обязательно нужно сдать развернутый, как вы и написали, развернутый анализ. Почему? Потому что обязательно нужно посмотреть, там, лютинайзинг гормон, что с тестостероном. Обязательно нужно посмотреть, что с тестостероном. Иногда эта эстрогенная терапия, она очень сильно понижает тестостерон. И человек начинает, и вес держится, и все, особенно в таком молодом возрасте. Нужно, чтобы тестостерон был обязательно в норме. И что еще? Прогестерон надо, конечно, посмотреть. В таком возрасте прогестерон играет значение тоже. Надо на прогестерон посмотреть. Много чего играет значение. Но вот такие вот ответы у меня пропускаться, конечно же, не будет. Во-первых, ответ, конечно, вопрос был задан не вам. Это первое. Если вы даете такие развернутые ответы, и то, что вы спрашивали про прибавку веса у своего гинеколога, и она сказала, что это научно не доказано, я вам могу сказать, что это врач, который не продвигается вперед, не смотрит ежедневно, как это делать вообще-то должны хорошие врачи, ежедневно новости медицины, как обычной медицины, ортодоксальной, так и другой медицины. Это также обязательно важно. Потому что одна медицина, она, об этом уже мне говорить не нужно, обычная ортодоксальная медицина, она убирает симптомы. Но есть другие медицины, о которых я уже сто раз не буду повторяться. Эти медицины, они человека, они идут к корню проблемы, и заболевания из организма, они вылечивают это заболевание. Уже я много раз об этом на своем канале говорила, и повторяться просто не хочу. Что еще более широко смотреть и искать причину? Широко в таком 23 года искать причину не нужно. Сердце у девочки явно было здоровое, а если сердце нездоровое было, как можно тогда человека, не проверив, посадить на противозачаточные таблетки? Это настолько опасно? То есть, значит, доктор вот это все не проверил, прежде чем посадить человека на такие таблетки? Не проверил почки, да, вы считаете? Не проверил сердце и взял, посадил он такие таблетки? Тогда грош цена такому врачу? Дальше. И вот такие книги, которые спонсируются такими компаниями, как Гидеон Рихтер и многие другие, я прошу вас, я не буду здесь об этом говорить на своем канале, что это, кто это, кто это субсидирует, почему это открыли опять в Венгрии. Ну, ладно, это не первая, кстати, компания. И сколько миллионов, сколько бильонов туда вложили в эту компанию, и теперь эти бильоны нужно, конечно же, нужно оттуда их... Нужно людей посадить на все, что они производят. И, конечно же, для производства нужна реклама. А что у нас реклама, друзья мои? Это реклама, это книги, это еще чего-то там и так далее. Реклама нужна, но реклама должна быть, я считаю, честная. Вот так все. Все, я надеюсь, что я Татьяне дала свой ответ. И девочке обязательно нужно сделать, провериться на гормоны. И, ну, и из этого, как бы, это будет стартом того, с чего она начнет приходить в себя. Все, друзья мои, с вами была Татьяна Гелакси. Я доктор наук интегративной медицины США. Всегда помните, что ваше здоровье в ваших руках. И всегда читайте, читайте, и вы всегда найдете правду. Проводите свои цепочки от одной компании до другой. Почему эта книга не была написана, скажем, как обычно, как раньше было, там, при поддержке Минздрава, скажем, да, при поддержке, там, я не знаю, или какой-то компании, вернее, какой-то паблишинг-компании. Нет, паблишинг-хаус, нет. Ее отпечатали при поддержке Гидеона Рихтера. Сделайте свои ресерчи, может, сами узнаете, кто это и что это. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok